...перевозку. Больше мне нравится вторая. Так, 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 так. Теперь ты обязана дать Илье благодарность. Я сказала спасибо. Вот. Ходила уже в кино? Нет. Я не ходила ещё в кино, потому что какие-то были... Прям максимальная загруженность в плане дел. Так как я целыми вечерами сидела, работала за ноутбуком, я прохождила тесты у нас. 800 тестов, по которым мы будем допускаться к экзаменам. Точнее, 800 вопросов в тестах. Очень извиняюсь. Немножко оговорилась. Вот. Тогда смысл стримы проводить? Вообще, на стримах я стараюсь как-то особо не флиртовать, то есть я просто общаюсь, я ознакомлюсь, потому что это как-то... Не знаю, доставляет мне удовольствие, как минимум. Люди бывают безумно приятные, с которыми можно поговорить. Я особо не осуждаю что-то мнение невозможного, вы заметили, просто... Просто общаюсь. То есть суть эфира — это не найти человека, с которым можно... Как это так? Жить половой жизнью? Нет. Суть эфира — это вообще для меня какой-то отдых. Отдых от учёбы. Способ получить какой-то минимальный заработок. Вот. На стриме я не... Спасибо большое за комплимент, что на стриме крутая. Ну, в жизни, наверное, тоже. Просто что в жизни я бывала более стеснительной, потому что... В жизни я могу быть какой-то зажатой, потому что бывают моменты, когда мне просто некомфортно с людьми, и я просто от них отхожу, и, возможно, люди это воспринимают, как не желая с ней и с ними общаться, но просто мне бывает некомфортно, но при этом я часто бывала расположена к общению. То есть мне проще выступать на сценах, когда все смотрят на меня, нежели чем разговаривать с людьми, например, один на один. Вот. Настолько. Все. Ну, наверное, люди бывают разные. Кому-то дано одно, кому-то дано другое, но, опять же, все можно развивать, и все можно исправить. Smile, you'll be Russian soon now. I live in Belarus. I'm Belarusian girl. Какой у меня рост? Так, ну, у меня рост 168 сантиметров, практически 170, то есть немножко недостаю до модельного, хотя, наверное, я бы хотела стать, у меня, в принципе, красивая фигура, по моему мнению, потому что она вот в стиле героиного шика, то есть у меня стройную. Тело у меня талия 60 сантиметров, вот, и это, наверное, какие-то, ну, красивые параметры. То есть мне очень нравится, у меня раньше был комплекс по поводу груди, не очень приятная вещь. Вот, ну, теперь он прошел, потому что я поняла, что все мы индивидуальные, и мне просто понравилось во мне абсолютно все. Был момент, когда я хотела себе что-то исправить, и, наверное, что я исправлю в скором, в скором будущем, это волосы. Я сделаю кератиновое выпрямление, потому что, например, они у меня кудрявые, а выпрямлять плойкой на протяжении года, ну, я думаю, достаточно. Вот, еще, наверное, я бы себе сделала реснички, но я их хочу сделать ближе к весне, потому что там уже будут интересные какие-то события. Вот. Мы поедем праздновать день рождения. С такими эфирами парни станут экспертами по девушкам. Ну, почему? Все мы можем стать экспертами друг по другу. Не трогаем по корпусу. Нет. А такое мне не нравится, меня не привлекает. Честно, вот я скажу, мне противно прикасаться к незнакомым людям, к незнакомым мужчинам в особенности, потому что я не тактильный человек с незнакомцами, то есть мне даже иногда бывает сложно обняться, но при этом обниматься я люблю. Вот. Но с близкими, то есть у меня есть буквально человека два в окружении, которых я считаю какими-то своим близкими людьми, с которыми, да, я могу объять себя, то есть это могут быть как парни, так и девушки. Вот. Но с незнакомцами и даже вот с девчонками я стараюсь не обниматься, просто потому что мне морально сложно это сделать. Поэтому из-за того, что я не тактильный человек, я бы не стала бы девушкой по вызову. Вот. Спасибо вам большое за розочки. То есть ещё не знаю, как по мне, отношение людей к девушкам лёгкого поведения может быть разным, могут относиться неуважительно, мне такого не нужно, потому что абсолютно всё, даже вот из коротых работа, и я считаю то, что, ну, любым людям нужно сохранить уважение. Вот. Поэтому, ну, я бы не хотела, честно, потому что это морально сложно. А морально мне проще уже заработать, пойти на какую-то работу, как я вот 15 лет по 12 часов, и всё, и там что-то. Ребятки, ставим лайки, ставим больше лайков, у нас разыгрывается сундучок. Так, там нужно просто гулять для компании девушка без антина. Ну, смотри, с таким же успехом можно сидеть на стримах, вот, но только не в этой платформе, есть другие платформы, в которых можно общаться с парнями, и они будут как-то финансировать. Вот. Поэтому есть много способов сделать это косвенным образом. Вот, ребятки, я бросаю сундучок, открываю сундучок, так, открыть. Всё, ребята, ловим монетки? Прекрасно. Интересно, я могу сама себе отправлять подарки? Или нет? За смесью как-нибудь прикольно. Я помню, в лет 15 у меня был такой смех, когда я прям его из горла откуда-то издавала. Вот, и он был ужасен, в плане по звукам, но при этом он всем нравился, это был как эхо и смех бабы Яги вдалеке. Комель, Беларусь. Так, давайте на работу. Это больше, вроде как, люди ничего не пишут. Но я жду ваших сообщений. Первый подарок. Спасибо большое за огонёчек. Очень приятно. Вы безумно милые. Кстати, ребята, я интересуюсь в финансовом вопросе. Ну, меня интересует мой успех, то есть в будущем. Вот. Поэтому, ну, конечно, меня будет интересовать то, как мне заработать. И как это делать, наверное, как минимум основная работа, потому что я буду идти по распределению на БелАЗ, на завод. Вот. И так как я буду, должна пройти отработку на протяжении двух лет, то это, наверное, лучшее место, потому что на БелАЗе, в принципе, хорошо зарабатывает, учитывая то, что у меня профессия логиста, и я буду сидеть в кабинете и пить чуёк. Вот. Поэтому завод это не то, что вы представляете.